Всем привет, ребятки! Я в Гатчине. У нас сегодня очень холодно, поэтому я вам коротко расскажу и покажу императорский дворец. Это символ Гатчины. Практически на всех сувенирах вы увидите вот этот дворец. И немножко истории. В 1765 году Екатерина II выкупила Гатчинскую мызу, это будущий город Гатчина, у князя Куракина и подарила ее своему фавориту, графу Орлову, в благодарность за организацию дворцового переворота, Собственно, в результате которого она стала императрицей. И в мае 1766 года на территории мызы началось строительство вот этого дворца. Сегодня нет лесов строительных, поэтому смотреть полностью можно. Вот, я продолжу. Граф Орлов, фаворит Екатерины, прожил недолго в этом дворце. После его смерти дворец перешел в наследство его братьям. И Екатерине II пришлось выкупать этот дворец у его братьев. Поэтому, девочки, никогда не делайте таких монархов. Вот, и впоследствии Екатерина II подарила этот дворец великому князю Павлу Петровичу, который впоследствии стал императором Павлом I. Вот такая вот история. А, ну, собственно, и такой памятник. Сейчас поближе подойдем, посмотрим. Ну вот, Павлу I, императору Всероссийскому, 1851 год. Вот такой вот памятник. Напротив дворца. Сам дворец. За ним огромный парк. С прудами, с лебедями. Ну, сейчас там чаек кормят местные жители. Во время Отечественной войны здесь все было оккупировано. И в 44-м году, когда немцы отсюда уходили, они сожгли, заминировали этот дворец. Собственно, кто со мной был в Пушкинских горах, я рассказывала, что когда немцы отступали из Псковской области, они также заминировали могилу Пушкина. Очень хитро заминировали, что когда пришли уже советские войска, и погибло несколько саперов, пока разминировали могилу Пушкина. Вот, так здесь, значит, часть, конечно, какую-то они просто уничтожили, часть увезли в Германию. Вот, и на одной из стен этого дворца есть такая хамская надпись от немцев, что, ну, типа, мы были здесь, и когда придет русский Иван, здесь ничего не будет. Вот, я сейчас не буду эту надпись отыскать, потому что я уже замерзла. Вот, ребята. Кстати, я не рассказала, что во время революции здесь тоже были такие события. Вот можно подойти по гололеду. В общем, здесь столкнулись казачьи войска, казачьи части генерала Краснова и отряды красногвардейцев. И, значит, вот этот дворец перешел Временному правительству, Керенскому. И вот на площади перед дворцом, то есть прямо вот здесь, вот где я сейчас показываю, нарком советского правительства по военным и морским делам Дыбенко убедил казаков не выступать против советской власти. И, собственно, в результате чего дворец заняли революционеры. А для посещения он был открыт 19 мая 1918 года. После Отечественной войны этот дворец долго восстанавливали, долго реставрировали, поскольку тут почти все было уничтожено. Так, вот там вот как раз есть надпись, сейчас мы дойдем, где как раз будет упоминание про Дыбенко, про этого революционера. Кстати, я в Петербурге жила на улице Дыбенко, ну, в районе Дыбенко. Есть там метро. Героический был мужик. У нас сегодня такой холодный ветер, снега нет, как вы видите. В общем, мороз без солнца, без снега делает мой день чудесным. Ну, вот, написано как раз. Вот на этой площади в ноябре нарком Дыбенко, в общем, убедил казаков прекратить выступление против советской власти. И дворец заняли революционеры. Вот на этой площади все и происходило. Ну, все. Я поехала домой. Я замерзла. Всем пока-пока. С вами была Лена Бородина. Подписывайтесь на меня. Будем путешествовать, смотреть какие-то новые интересные места. С вами была Лена Бородина.